Добрый день, меня зовут Казанина Ирина, у нас крестьянско-фермерское хозяйство в Паловском районе. История наша начиналась, отец у меня занимался растеневодством, в 2007 году, когда министерство направляло всех заниматься животноводством, решил построить ферму. И в 2012 году наша ферма начала жизнь, я на ферме с первого дня ее основания, в хозяйстве работала и ранее. На сегодняшний день у нас 1000 голов скота, 500 дойных, я сама занимаюсь кормлением, сама пишу рационы, сама участвую на заготовке, никому эти дела не доверяем. К сожалению, отца уже 4 года нет, сейчас мы работаем с мужем, нашу ферму можно назвать семейной, кроме нас с мужем еще работает и сестра, и мужа, родственники. То есть прям такая семейная ферма. Показатели у нас хорошие, у нас надой на одну голову по году составил 10 тысяч. Ну, 4 года назад мы с мужем решили поставить кооператив, создать кооператив молочный. Ну, началось все банально, мы ввозили свое молоко на рынке Павловского района бочкой. Люди пробовали, молоко вкусное, ну, потому что качество, первый высший сорт. Просили сделать сметанку, творог, ну, естественно, кустарным способом делать не хотелось и решили поставить завод. До этого, когда у нас был кризис 2 года назад с молоком, цена упала, тоже искали какие-то дополнительные способы дохода. Решили собирать молоко у ЛПХ и сделать, ну, поставить у нас на ферме танк и сделать сборное молоко, отправлять на завод. Ну, когда я начала с населением работать, оказалось это, ну, большой труд, и там выхлопа не было, смысл весь терялся. А потом, когда пришли, уже решили поставить завод, естественно, мы обратились в Министерство сельского хозяйства, там как раз интересные программы, гранты давали. Вступили, значит, в программу, и так у нас появился кооператив. На сегодняшний день у нас 16 членов кооператива, преимущественно это, конечно, ЛПХ, у которых самые маленькие у нас 2 головы коров, у самого крупного 30 голов скота. Ну, то есть мы, как бы, как, надо сказать, опорный фермер сейчас больше. Значит, мы доим сейчас на нашей ферме 20 тонн молока в день, на заводе перерабатываем 2,5 тонны молока, ну, наш завод предусматривает где-то 3 тонны молока в сутки переработки. Доля, ну, то есть, доля наших членов составляет где-то 30%, остальное молоко наше. Продукция у нас, естественно, отличается от той продукции, которая, ну, максимально заполнен сейчас рынок, по качеству, по вкусовым ощущениям. Естественно, когда мы, ну, производство наладили, это не составило большого труда на начальном этапе. Сейчас уже, конечно, все сложнее и сложнее, когда вводится вся эта маркировка, честный знак, просто уже волосы дыбом. И иногда я задумывалась о том, что надо было заходить, наверное, на какой-то крупный завод, потому что мы прошли такой тяжелый путь и сейчас проходим. Наладили такую логистику, наладили такое производство. Выхлоп, конечно, не тот, если бы это было на большом заводе. А требования одинаковые, что к маленькому производству, что к большому производству. И, конечно, когда считаешь рентабельность, ну, это рентабельность еще далеко, потому что у нас третий год, еще окупаемости нет, то понимаешь, что чем больше объем переработки, тем выгоднее. А у нас все-таки потолок 3 тонны молока в сутки. Ну, производство наладили, затем, конечно, столкнулись со сбытом. Сейчас мы нашу молочную продукцию поставляем во все детские сады и школы Паловского района. Потом мы ставили собственные магазины, хотели развивать нашу марку, и нас начали потихоньку узнавать. И сейчас, конечно, уже, ну, уже у нас, получается, третий год работы. Я так смотрю, уже за нашей продукцией начинают просить гоняться. Мы начали сотрудничать с ростовской сетью магазинов «Греднев хлеб». Вы, наверное, все слышали. Это, ну, такой крафтовый хлеб, и там крафтовые продукты. И они, конечно, заинтересовались нами, и сейчас мы с ними работаем, что тоже очень приятно. По Краснодару тоже поднимается интерес. Маленькие магазинчики, у которых там 3-4 магазина. Начинаем с ними сотрудничать, и тоже получается неплохо. Однажды мне позвонила торговая сеть «Магнит». Я чуть трубку не выронила, потому что, ну, знала, что с ними работать неинтересно и бесполезно. Давайте с нами работать. Ну, я, естественно, говорю, давайте, потому что мне всегда все интересно. Документы мы оформляли полгода. Полгода. Причем я уже менеджеру говорю, вы, наверное, не созванивались, ну, ты, наверное, забыла за них. Мы созваниваемся каждый день. Каждый день мы что-то меняем. На каком-то этапе я уже хотела бросить, но надо доделать. Я хотела дойти до конца и прийти, ехать в министерство и сказать, вы знаете, вот не получилось. А ну, мы идем, мы идем, мы идем, и все-таки движется, движется. Наконец-то мы зашли, нам дали один магазин в Тихорецке, на трассе огромный гипермаркет, заказ был на тысячу рублей. И тысяча рублей, потом через месяц опять тысяча рублей. Я уже говорю, ну, хватит нам издеваться все-таки, расторгать договор, менеджеру говорю. Ну, мы такой путь прошли, полгода делали договора, может быть, все-таки мы как-то еще продолжим. Ну, потом все-таки наше министерство Краснодарского края заинтересовано, ну, не знаю, кто в ком заинтересован, но собирали совещание, приглашали в Магнит. И я увидела с их стороны, что они очень тоже заинтересованы в нас. И они пошли к нам навстречу прям по каждому пункту. Вот прям, что вас не устраивает, говорите, мы будем все менять. На сегодняшний день мы наладили такую работу, что нас это все устраивает. Наша машина приезжает, ее не держат, у нас нет ни штрафов, ни возвратов. Если мы не можем везти, мы заранее договариваемся. У нас, ну, то есть, очень лояльные условия. Причем платят они очень быстро, там в течение буквально 7 дней оплата проходит. Что еще хотела за Магнит сказать? А, я когда вообще первоначально они мне позвонили, сказали, что хотят с нами работать, я себе представляла, что в Магните будут такие, ну, отдельные полки с фермерской продукцией. Я это видела по федеральному каналу, там пилотные проекты, Тульская область. Когда мы зашли в Тихорецк, естественно, этого всего не было. Но на сегодняшний день уже в Краснодарском крае стоят такие фермерские лавки, и наша продукция находится там. Это не во всех Магнитах, но, по-моему, там уже 5-6 Магнитов. Есть прямо отдельная фермерская полка, и там стоит наша продукция. Поэтому, ну, через такие полки, конечно, я думаю, что есть путь развития. Конечно, мы сейчас, когда начинали выходить на рынок, ценовая политика у нас была на уровне крупных, мол, заводов, потому что мы понимали, что люди не понимают еще, не знают нас, и мы, ну, естественно, будут выбирать по цене. Поэтому вот в прошлом году, это был второй год уже, у нас выручка составила от реализации 27 миллионов за нашу продукцию. Но, ну, конечно, небольшие затраты еще были, потому что цена все-таки еще низковатая нашу продукцию. Но с этого года мы уже начинаем наглеть, мы уже поднимаем цену, нас уже хотят, любят, пробуют. Поэтому, ну, вот так. Субтитры сделал DimaTorzok